Настоящая мужская колбаса, вот такая! Это самая вкусная колбаса, какую я ел в жизни! Для того, чтобы корочка получилась и колбаска была сочная, я использую... Вот эта колбаса, посмотрите, мясо, сало, с неё капает сок! А теперь мой секрет! Привет, друзья! Привет, мои дорогие подписчики! Сегодня я буду делать домашнюю колбасу! Это обалденная, вкусная колбаса из свинины! У меня классная задняя нога из свинины! Свежайшее мясо! Супер-супер-супер! И, конечно же, настоящая свиная оболочка, вот такая! Потому что какая же колбаса без настоящей червы? Как сделать вот такую красивую черву? Смотрите, ссылочка вот здесь сверху! Друзья, есть много рецептов домашней колбасы, как её сделать вкусно, как её сделать правильно! И они все хороши! Поэтому сейчас я буду делать именно свою домашнюю колбаску! И она всегда получится очень вкусной! Это настоящая мужская колбаса! Вот такая! Столько мяса! С салом, с чесночком, с перчиком! Очень вкусная! Поэтому смотрите, как делаю колбаску именно я! И пробуйте, по-моему, рецепту готовить тоже! Для рецепта домашней колбасы я использую, конечно же, обалденное мясо, это свинина, задняя нога, сало, вот такое хорошенькое сало, чем лучше сало, тем вкуснее будет колбаска! Так, бульон, это очень вкусный бульон, черева, соль, чёрный перец и чеснок! Самое первое, это я беру, срезаю все жилки и плёнки с мяса и режу его кусочками! Мясо защищено от плёнок, и теперь я его нарезаю кубиками. Кубиками или полосками размер абсолютно не имеет значения, и крупные и мелкие кусочки будут давать свой вкус и аромат готовой колбаски. До сантиметра толщиной вот такие куски, потом просто складываю и режу. Даже вот такие кусочки будут вполне уместны. Есть кусочки поменьше, кусочки покрупнее, но все они прекрасно пойдут в колбаску. Всё, мясо я уже порезал, и теперь очередь сала. С сала я снимаю шкурку. Как вкусно пахнет сало. И теперь нарезаю сало маленькими кубиками, где-то 5 на 5 миллиметров до 1 сантиметра. Чем вкуснее сало, тем вкуснее будет колбаса. Я уже порезал мясо и сало. Так как это домашняя колбаса, то здесь, конечно, могут быть абсолютно любые пряности, какие вы хотите использовать. Я сначала подумал, что здесь будет только один черный перчик, но потом решил, что у меня еще есть очень волшебный зеленый перец, и белый перец, и душистый перец. И, конечно же, именно смесь этих перцев прекрасно обогатит вкус домашней колбаски. Я еще добавлю сюда несколько зернышек можжевельника. Все эти зернышки я растираю в ступке вместе с солью. А вот соли, конечно, нужно брать именно по пропорции. Пропорция соли такая, не больше 2% от веса мяса и сала всего вместе. Я беру именно полтора процента, потому что мне так кажется, колбаска вкуснее. Чеснок я измельчил именно ножом. Мне больше нравится вкус чеснока рубленого. Чесночок. Чеснока можно класть столько, сколько кто любит. Фарш для колбасы прекрасно перемешался. И теперь, для того, чтобы колбаска была сочная и легко одевалась в оболочку, я сюда добавлю еще очень вкусного бульончика. Если фарш будет очень сухой, мне будет сложно набивать оболочки колбасы фаршем. Я всегда использую только бульон, если нужно добавить жидкости. Именно бульон всегда дает вкус моим блюдам. И они получаются всегда очень вкусными, удивительными и потрясающими. Для набивки колбас я использую самую простую насадку. Это самый маленький диаметр, который продается. На нее я одеваю свиную череву. Чтобы черева легче одевалась на насадку... Она сама одеваться будет. Чтобы черева легче надевалась на насадку, я смочил насадку водичкой. Свиные кишки очень маленького калибра, поэтому надеваться будет не так легко на насадку. Край черевы я пока не завязываю, чтобы вышел воздух, когда фарш пойдет. Пробивку делаю легенькую, чтобы колбаски не лопались. Я уже сделал домашнюю колбасу. Теперь я беру противень и смазываю его растительным маслом. Если бы у меня был жир, я бы смазал его жиром. Выкладываю колбасу, домашнюю колбасу, на противень. И вот так ее тоже в этом жирке обмаскиваю. Домашнюю колбасу я ставлю в духовку, которую разогрел до температуры 180 градусов. Запекать колбасу я буду минут 30. А теперь мой секрет. Мы все обожаем домашнюю колбасу, когда она с такой аппетитной золотистой корочкой. Но если мы будем эту корочку ждать в духовке, колбаска перепечется и будет сухая. Для того, чтобы корочка получилась и колбаска была сочная, я использую свой инвертный сироп. Как сделать инвертный сироп, ссылочка вот здесь вверху. Стоп применений инвертного сиропа, ссылочка вот здесь вверху. Это универсальное чудодейственное средство на моей кухне. Через 15 минут, как колбаска будет запекаться в духовке, я ее достану и смажу кисточкой инвертным сиропом. Это придаст колбаске обалденный золотистый цвет и классный вкус. Ну что ж, домашняя колбаса уже готова. Сейчас я вам покажу и вы поймете, почему я так воодушевлен. Это не просто колбаса, это колбасище. Аромат стоит полностью во всем помещении. Тихо. Слышите? Это булькает зерновой дистиллят. А у меня на дегустации будет ячменный самогон. Как сделать обалденный, вкусный ячменный самогон, ссылочка вот здесь вверху. Мечта каждого, каждого человека, это хороший самогон и домашняя колбаса, и соленые огурцы. Это самые вкусные. Ячменный самогон. Как он пахнет. Божественно. И огурчик. Так. Оооо. Вот это колбаса. Посмотрите, мясо, сало. С нее капает сок. Я специально не лил на противень ни воду, ни бульон, потому что, когда колбаска начинала жариться, с нее по чуть-чуть начинался выпотевать тот бульончик, который я добавил. Я не прокалывал оболочки колбаски, потому что набивка была слабенькая. Они полностью вот так хорошенечко раздулись. Посмотрите. Ай, какая же красота. С чесночком. Свининка. Это самая вкусная колбаса, какую я ел в жизни. А колбаска под хороший самогончик и с горчичкой. Попробуйте. Ай, как же красиво. Как же вкусно. Друзья, если вам понравилось мое видео, ставьте вот такие лайки, такие жирные, как эта вкусная колбаса. Пишите в комментариях, как вам понравился мой рецепт, как готовите колбаску вы. Вот такие лайки. Подписывайтесь на мой канал, ссылочка для подписки вот здесь внизу. Вот здесь рядышком есть колокольчик. Нажимайте на колокольчик, и вы будете всегда в курсе всех новых видео на моем канале. Сейчас пойдут мои ролики, мои самые лучшие видео. Просмотрите все мои видео, нажимайте на мой канал, и там будет очень много интересного. И помните, друзья, кухня это самое спокойное место.